Автократия Это одна из форм правления, когда власть не сменяется, и контроль за этой властью происходит одним лицом или же Советом. Правитель может быть преемником предыдущего автократа, где система устроена так, что избранный преемник неизбежно побеждает на выборах с большим отрывом. Либо где новый правитель может получить титул, переданный по наследству, как происходит в Северной Корее с династией Кимов. И здесь возникает так называемая развилка вариантов. Либо автократы – это олигархи и элита, которым подчиняется Путин, либо автократ – это Путин, которому подчиняются его олигархи и влиятельные люди, которых он привел ко власти. Как первый вариант, если предположить, что Путин подчиняется и обслуживает свое окружение олигархов и влиятельных людей, а по сути является пешкой в этой игре, номинальной фигурой, то олигархи и элита просто найдут преемника, подобного Путину, который будет лоялен и исполнять волю своего начальства. Хотя, возможно, такой человек уже найден, просто мы пока что не знаем его имени. И как второй вариант, если предположить, что это Путин привел своих друзей к власти и сделал их олигархами и элитой, то тогда он будет искать преемника по своему образу и подобию – человека, который похож на него во взглядах, и в котором он может быть уверен, что этот человек продолжит его дело и обеспечит неприкосновенность себя и своей семьи после ухода из власти. Скорее всего, этот человек уже есть, но о нем пока что знает лишь малый круг людей. Либо мы его знаем, но не знаем, что это он. А слабые стороны второго варианта, когда все может пойти не по сценарию Путина, нам расскажет соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, который из-за преследования фонда борьбы с коррупцией вынужден был покинуть Россию. Что будет, когда Путин уйдет? Почему не станет хуже? Говорят, ну вот хорошо, рано или поздно Путина не станет по той или иной причине. Но что это изменит? Ведь уйдет этот, придет другой, будет какой-нибудь там Шойгу или Патрушев или Рогозин. Разве станет от этого лучше? Это частый вопрос, и примерно такие возражения и вопросы чаще всего встречаются в ответ на оптимистичные мысли о том, что Путину вообще-то осталось не так много. На это отвечают, мол, может и немного, но народ России свободным все равно не станет. Уверенно и ответственно заявляю, что, скорее всего, это не так. Будет гораздо лучше. Дело в том, что авторитаризм путинского типа не передается по наследству. Системы, подобные той, которую Путин создал, могут существовать достаточно долго при жизни диктатора, но почти никогда не переживают своего создателя. Опять обратимся к мировому опыту и увидим множество аналогий, каждый из которых дает повод для оптимизма. Ни Франко в Испании, ни Салазар в Португалии, ни Сухарта в Индонезии, ни Пиночет в Чили не справились с задачей передачи власти по наследству. А ведь это были не лишенные талантов правители, в общем-то, покруче Путина. Почему так происходило в их странах и почему так почти наверняка произойдет в России? Давайте разберемся. Дело в том, что построенная Путиным система, как и в приведенных примерах из разных стран, опирается не на закон, не на институты, а на личные связи и работает на ручном управлении. Путин является сейчас единственным общественным институтом в России. И в этом смысле Вячеслав Володин на самом деле прав в своей знаменитой цитате. Просто он одно слово в ней забыл сказать. Надо было так сказать. Есть Путин, есть путинская Россия. Нет Путина, нет путинской России. И получится чистейшая правда. Путин управляет страной в ручном режиме через своих подручных. У такой системы есть даже научное определение. Это называется мафия-стейт, мафиозное государство. Путин разделил страну на такие кластеры, на каждый из которых назначил одного из своих друзей, которым он полностью доверяет. Сечен отвечает за нефть, Миллер за газ, Ротенберг за стройку, Рогозин за космос, Кадыров за Чечню. И в рамках своей зоны ответственности каждый такой подручный, полноправный царь и бог. А Путин сидит в своем кремлевском кабинете и занимается тем, что разруливает конфликты между ними. Ну вот есть, допустим, нефтеперерабатывающий завод в Чечне. Возникает вопрос, кто должен на нем воровать? Кадыров или Сечен? Между ними начинается конфликт. В какой-то момент стороны конфликта идут к Путину на ковер. И он там решает, тебе столько-то процентов, тебе столько-то. Такая система управления, во-первых, носит неформальный характер. Большинство таких договоренностей не записывается на бумаге. Во-вторых, она завязана на личные взаимоотношения Путина со всеми ее участниками. В-третьих, она основана на том, что все ее участники согласны признавать авторитет Путина. То есть признают его решение как верховного арбитра во всех своих конфликтах. И все это, конечно, густо замешано на сложной истории их личных взаимоотношений. Ну вот скажем, почему всем спортом заправляют идиот Мутко, который реально, ну, роняет престиж России каждый раз, когда открывает рот? Из-за каких-то талантов? Нет. Потому что они с Путиным когда-то в начале 90-х вместе дербаняли Санкт-Петербургский морской порт. А почему все высокие технологии отданы на накормление старому вору Чемезову? Ну, может, кто-то молодой и дельный справился бы лучше? Но ведь Путин с Чемезовым вместе служили и дружили в Дрездене 80-х. Выдернуть Путина из этой системы, и от нее в одночасье ничего не останется. Все его клевреты и подручные лояльны лично ему, но друг друга-то они ненавидят, пребывают в постоянном конфликте. Все данные Путиным, личные обязательства и поручительства мгновенно обнулятся, превратятся в тыкву. Все устные неформальные договоренности будут забыты. Вся история личных взаимоотношений, весь накопленный капитал близости к телу перестанет что-либо означать. Начнется омерзительная свара всех против всех. Кадыров против Шойгу, Бастрыкин против Сечина, Патрушев против Мишустина. Никого из них совершенно не жалко. Система пойдет в разнос. И это отличная новость. Потому что для всех нормальных людей, для гражданского общества, для здоровых политических сил это создаст только огромное пространство возможностей. У нас появится шанс убрать всю эту мерзкую свору путинских подручных разом и заняться строительством прекрасной России в будущем. Так происходило во многих странах. Так будет и в России. К слову, необходимо отметить, что Леонид Волков, так же как и Алексей Навальный, прошел обучение в Ельском университете США. Где, к примеру, в учебном плане изучается такая дисциплина, как американская исключительность. Согласно которой, Соединенные Штаты Америки занимают особое место среди других народов с точки зрения своего национального духа, политических и религиозных институтов. И как вывод, мы можем понять, что и в том и в другом случае, если Путин уйдет, то ситуация с Карабахом и миротворцами особо не изменится, так как сама система власти и ее приоритеты не поменяются. Если преемником будет человек от окружения Путина, то он будет вести ту же самую политику, разделяя и властвуй, чтобы манипулировать Арменией и Азербайджаном и укрепляться дальше на Южном Кавказе. Если преемником будет человек, выбранный самим Путином, то он будет делать то же самое, так как Путин не станет назначать преемником человека, в котором он не уверен и который так или иначе не будет под контролем, чтобы преемник не смог сделать неприемлемым с точки зрения Путина ходов и действий. Вывод таков, что исключения могут быть, только если второй вариант не сработает, и окружение Путина перегрызется между собой, и путинская система развалится. Либо система поменяется, и к власти придет человек не из клана Путина, а к примеру, ставленник Запада. А пока обстановка в Карабахе, связанная с миротворцами, будет идти по плану Путина и его окружения.